Ну вроде не воскресенье и время не то, поэтому правила не нарушаем Дорогой друг, мутненький, я вас искренне благодарю, что вы меня вытащили Просто уже невозможно, я целый день за компьютером просидел Такое чувство, что уже просто сейчас кровь из глаз пойдет Ты видео что ли лепил? Не-не-не, у меня большие терки, тут чехи написали Чехи написали, значит, Остина, и говорят Герой Александрович, слушайте, есть такая тема, может быть мы как-то, так сказать Ну я им предложил, честно говоря, объединить бренды, чтобы, так сказать, снизить стоимость Производство и худить там через Остин и так далее Остин Ну да, но я не думаю, что это чем-то закончится, но пока терки идут Чем эти терки закончатся, пока не знаю Но Герой Александрович, так сказать, работает Все для подписчиков, чтобы во всех городах России можно было зайти Ты наш герой, блин, худе вообще классно Худе нравится, у меня теперь появилось Рассказывай На самом деле, на самом деле, с утра наш дорогой друг из Твери, Андрюшенко Написал мне сообщение, прислал мне целую кучу ауди Он говорит, помогите, братья Я говорит, готов завтра быть в Питере Просто съездите, посмотрите несколько автомобилей Я их всех обзвонил И из всех автомобилей мне понравился только один Задача поехать и посмотреть Какая тачка-то? Какая тачка? Ауди Опять ауди? Конечно Пять четыридерки Четыре кольца А4 Шикарная Старинная Четыре кольца, четыридерки Девяносто шестого года Толщиномер Нравится Всегда с собой Я ненавижу автомобиль, я не понимаю, нахрена я его с собой вожу Молодец Ихранитель Кстати, история возникновения толщиномера Очень хотел диджей почекать тачку Я ему дал денег Он поехал, купил толщиномер Почекал тачку и привез И не забрал? Да, в принципе, я ему денег дал на толщиномер А, в смысле, для нас Ну, конечно А, ну, все, правильно Очень хорошо, что он у нас есть Раз так, дорогой друг Я предлагаю Окунуться, так сказать, в атмосферу Надо возвращаться После Байкальской Мири, так сказать, очухиваться И, на секундочку Крафт Клаб Ви-их в переводе с нерусского Как я Дать и все это на Виэле, который не едет Почем, кстати, пушка-то? 200 Что, 200 тысяч рублей? Да, было 210 По телефону десяточку отторговал Сейчас еще, блин, там, я не знаю С какого года этот металл лом-то? А, 96-го? На авто А, да Это самая шикарная Ауди Это надежная Ауди, понимаешь? А4 у нас зеленый Че, что ты мне сразу не сказал? Я не думаю, что ты, Андрюх, так не любишь Ты, понимаешь, 96-го года И то он себя не любит, он их сам выбрал Не я ж ему ее подбирал Он просто попросил позвонить Да, нельзя было сразу сказать, что мы едем смотреть тачку 96-го года Конечно, мы едем смотреть металлолом Отколоченный в круг Нет, покрашенный в круг И наверняка у перепродавца Он даже не скрывал этого, понимаешь? Ну, да, за честность лайк, чуваку, согласен Ну, у нас есть толщиномер И что, зачем он? Я вообще отдаю его обратно, дай его уберу Мы едем в тачку 96-го Я тебе его не верну Муж приезжай ко мне просить Да, хрен он нужен на такой машине Ты че там смотреть-то толщиномером куда тыкать? Мне мужчина сказал, что, говорит, одна дверь крашеная Ну, в смысле, именно утоталенная Конечно Остальное, говорит, просто вторичная красная автомобиль Вместе с ней тотальная улица, вся остальная автомобиль Я сейчас посмотрю, человек честный или нечестный, понимаешь? Ты честный перепродавец? Я всегда все рассказываю, как есть Вот Недовольных не было еще Ну, ни один не сказал Когда вот мы машины продавали К нам приезжали люди Я все рассказывал, как есть Ты говорил Георгий Александрович, ты что творишь? Ты ценник им зачем-то спускал? Блин, зачем ты скидки делал? Я честный человек Ты расскажи все честно, но деньги-то не скидывай Пожалуйста, забирай этот металлолом Металлом тут нет этого, нет Все, мне больше не интересно Вот документы ты такой стоишь Георгий Александрович, что ты сделал? Что ты это делал? Не, ну я честно людям рассказываю, понимаешь? Так я тоже все честно рассказываю Абсолютно всегда Сейчас и нам честно расскажут Сейчас и нам честно расскажут Стой, брат Так, шоу интуиция начинается Обожаю эту игру Найди тачку До появления владельца Мм, да тут озерцо Ну ничего А цвет какой? Ааа, мокрый асфальт Черный, что ли? Мокрый асфальт, серый Нет, мокрый асфальт это черный Мокрый асфальт восьмерка Какого цвета было? Черного или серого? В моем детстве она была серая Вот, а-ля мокрый асфальт Где? Вот, вот это Вот это мокрый асфальт? Ну, блин Ты что, с ума сошел, что ли? Ну ладно Какой ты мокрый асфальт? Это серая? Ну, серый я и говорю Асфальт мокрый, что серый, что ли? он черный смотря в каком-то состоянии не знаю короче здесь я не вижу аудосов ни серых ни мокрого асфальта тем более наш аудос наверняка должен быть похож на вимиральную яму это не он но это же нет свежая 4 нормальный был с виду на фотографиях он был прям максимальный из тех тех машин которые мне прислали это было похоже на машину общались забей хрен на ауди давай вот это возьмем андрюхи смотри какая пушка бьюик вещь а как тебе все лучше чем ауди заметь не сгнил конечно до сан-франциско доедет и обратно и до твери тем более кор да у линкора не все получилось он сказал говорит ну не смогла я не смогла звонить в поле для нас там участвовали перепродавец паркуемся но мы уже пройдет ничего страшного подождем илюшенька но что скажешь человек специалист по дыркам по ауде слова этого не побоюсь пока что он хорошо да 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 идеально я еще предлагаю подождать пока стемнеет еще сильнее дождь пойдет тогда прям вообще было будет такой ты опять же колпачки на диске и все я уроки на секундочку ауди да сайт но мишка нравится здорово андрюха все будет хорошо все будет хорошо андрюха как раз таки понимаете внимание у меня тоже седьмой регион в принципе как в тверь до твери недалеко доедет до твери да все до твери доедет а мы русские берем берем а там кстати бьюик стоит не дачи нет нет постоянно здесь поставим что-то просто классно стоит и мерседес мерседес говно а 126 хороший да может капот откроем да подождите то наш давно скрасилась завидится очень давно владельцы утверждать давно конечно давно стреки шипы короче мне все нравится мне все нравится в твери отлетит просто пушечная и главное не битая обрати внимание абсолютно абсолютно люди идеальные зазоры и тут тоже все четко но это просто незначительное нарушение и и можно хотеть давайте рынка по правду что дело четвертый год 190 . а сколько рынок одесса стоит брать сколько рынок этих машин 97 и турбин нет ничего нет давай на масло посмотрим теплый как в анекдоте еще теплый это значит что машина ездит да да прогревалась масло смотри минимум надо в дырку попасть я все реже это делаю своими руками силу возраста но тем не менее мне все нравится что я вспоминаю просто берегись автомобиля давайте хоть машину запустим нет диска диджей я сразу вспоминаю есть шанс что мы прям диджей продадим а кстати вам не звонил перекуп такой ваней зовут не представляется наверняка звонил он как раз сейчас поисках кого нет если он ее продаст у нас было она будет торчать 5000 рублей каждому по михалычу поэтому он ее будет максимально долго не посмотри к антифрис чистый видно что меняли мнение бачок мокрый убейте меня убейте меня он просто педант он просто педант он каждой машине пытается найти что-то хорошее да и понял мне кажется сейчас меньше из необходимого а все остальное но сигнализация какая-то с автономкой глупые вопросы хозяин жив да все хозяин жив берем что ты смотришь-то и люк так и так все понятно за заведи давай торговаться на палках палка все они верим сцепление давай торговаться все как ты любишь все понятно ты понимаешь из тех тех металлоумов которые прислал андрюха это самое ну реально красивая нормальная более-менее живая машина на видео будет хорошо смотрим пожалуйста я устал себя компьютером сидеть я готов прожать сколько угодно остановить детское кресло опять же смотри сразу плюс к цене значит ездили аккуратно вижу то корыто почти не мятая почти не могу там вот это мелочи это мелочи этого и вон торт и тоже да ну это просто на что-то наехали на что-то да на поребрик на поребрик да 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 бетонный блок в принципе и краска хорошо держится мне все нравится надо брать хоть в тверь съездим теперь сама сюда приедет видишь toyota и под toyota и гниет я же говорю что японские машины говно 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 никогда не не нравится мне тоже печка приборы давай подушки показали меня мягко ну хорошо пока мы здесь как быстро педаль хватает сцепление ну на серединке до завали а тут но и ты посмотри тоже все что фары зачем нам фары на м11 всегда светло это понятно ну нормально вроде поездить хочешь судя по всему не хочешь поездить ну и правильно потом сюрприз будет с другой стороны чего бы нет да вот немцы делают автомобили а японцы вещи андрюха брат наш привет здравствуй дорогой друг на хрена на хрена ты вообще вот ауди себе захотел петербурге он по раму просто соскучился такой-то киселек ну короче сейчас илюша будет преподать к и к ноге хозяина и осуществлять лютейший торг хочу у тебя там за подсветка такая сексуальная по фанам это у тебя дома а хрена ты извращений я понял ну короче сейчас илюшке все расскажут все андрюх давай я тебе дальше все расскажу купил бы шходу то же самое в агруб или уж горит посмотри дымит не дымит там видит клапана в катализаторы застряли которые вылетели и катализаторы уже удалили и углаги на того чтобы их оттуда выдрать я уже так думал такую схему я не катализаторов не нет уже извини дай боже но слушай я по такой погоде не я не понимаю масло и антифриз что тут я могу понять поэтому так вроде для машины 97 года ну что говорит нам сейчас будем а вы еще что конечно мы в онлайне оспе у нас онлайн покупки толщиномер отдай зачем да и так фитнес арки слеплены отдай мне толщиномер я потом забуду да нет я он у меня хранился две недели ты даже не вспоминал про него и мне было спокойно я всегда мог что-нибудь померить да нечего тут мерить не здесь я пойду он хочешь померить вон иди зум зум померить зум 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 по любому по страховке отколоченный конечно конечно тут ради катализаторов тачка куплена все бизнес да 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 а чё ты не торгуешься он несговорчивый ну ты попробуй я уже пробовал все осталось за кадром попробуй еще раз за 200 человек не соглашается не соглашается на за 195 тоже нет а за 190 я уже ему коньяк предлагал и за 190 вообще ни в какую максимально не сговорчивый я говорю третий месяц ее продать не могу я говорю так вот они мы блин попробуй торнадо брат говорит давай обнимемся я заберу у тебя кстати уже еще дубровского получается попробуй обняться а потом торнадо чтобы закрепить я поднимаю руки встаю на коленях расстегиваю руки прими извинения у нас только 190 не ну тачка хорошему человеку мы все понимаем что будет с ней что делать правильно страдать страдать конечно страдать за 190 лучше чем надвести одной рукой будет этот вытирать а другой рулить лобач слезы от эксифриза такой тоже может быть ну конечно если радиатор печки то это шауде тут торпеду надо подрывать как нормальная машина 190 ты с ним тогда уже разговариваю у меня не получилось всего лишь наречивый человек я я честный человек понимаешь вот зато у тебя есть дар убеждения у меня нету мне кто торнадо сделает вот за 190 я и говорю давай заберем завтра завтра просто человек приезжает тебе чихрит кешь хочешь не кешь вы обмениваетесь такой с документами все в порядке все отлично хозяин живой не умер нет все нормально арест есть нет залоги ограничения нет прелестная машина ты понимаешь я просто сказка как ты сейчас пробил все верю на слово все правило все пробил сейчас да надо брать надо брать 190 и забираю да выключай камеру я буду делать давай брат но такое-то занятие помоечки покупать за 200 тысяч рублей что ну видишь какой честный продавец блин парень оказался офигенным парень все честно сказал честно верит коробка воет но он сказал просто как ты уже торнадо сделал быстро торговались на 195 ну конечно вывод зря делал торнадо чего для друзей не сделаешь да что едем на вторую еще одно ведро ну там точно там там был нечестный вот этот который вот которому еще будем звонить он максимально нечестный или наоборот слишком честно я не знаю если можем взять машину честного продавца зачем нам ехать к нечестному а там дешевле ленинский проспект нравится но это не ленинский правда а это где в конце я не знаю сейчас я вспомню а там честный перепродавец или честная площадка перепродавцов там площадка нечестных перепродавцов честный честный понимаешь нас просят съездить и пожалеет дюкс анус ты сам не благодарил говорит все глаза у меня устали взять максимально благодарен толщина мира такой колец а добрый набирал он сегодня по поводу автомобиля можно адрес это он и посмотреть его можно буквально в течение часа подъедем я вас понял все ладно давайте перезвоню надо громкую ставить наши же подписчики смотрят так они смотрят они слушают я тебе хочу сказать что даже в юридических документах это называется аудио визуальное произведение то есть аудио это слух визуализация это видео если мы фотографии снимали тогда да я тебе скажу так поговорили мы с ним неудачно от машины он уехал посмотреть мы не посмотрим так что едем по домам смысл чего сдаваться то еще еще одну помойку почему неудачно удачно вы это взяли петляли чтобы на площадку нет металл он ты не смотрите какой смысл это точно трата времени салют на стопроцентно и девяносто девятый год сто шестьдесят пять тысяч и он не берет трубку девяносто девятая девяносто девятого года я думаю нифига себе падение нравов какое с четырех дырок на 9 9 господи как хорошо что мы не занимаемся автоподбором да я тоже этому очень рад максимально не благодарен друзьям я не писаю как люди которые занимаются автоподбором тактики смотрят ну они нормально машины не желаю я здесь но они не знаю на ездить нормально и машины смотрят там скучат авто просто 4 так смотря какой помойки ну нормальный помоя ну вот такой какой четвертак ну да согласен такую помойку так такие помойки автоподборщики нет не смотрит ну правильно ну правильному мы добрые люди команда к ну чтож Как говаривал Индиана Джонс Дальше мы пойдем пешком Илюша Он уже отпетлял Почувствовал запах Поклевки Видимо Вступил в контакт Нам надо доехать дальше Зачем? Ну потому что мы Не закончили поездку Нам чуть надо Мы проехали целых Сто метров Нам сказали проехать Ну что ж мы люди какие Нам сказали Мы люди простые Гуши, автомобиль Узнаю из тысячи Образ на сердце высечен Да, да, да Ароматами освежителей Шпаклевочки Растворители Обезжириватели Да, да, да Что-то прет из меня Сегодня творчество В ночи Ну на самом деле Теперь все как всегда Ночь Идет дождь Это фонарь Да, аптека Холодный и диодный свет Живи еще хоть четверть века Все будет так Исхода нет Ну в современности Это там еще было День, ночь, штатировка, ипотека Ну ладно Сейчас не об этом Ну и где А вот она Да, я вижу Какая она прекрасная Пушка Пушка Да, надо свет включить Ну вот Я же говорю Ее не надо ехать смотреть Ну вот Она великолепна И недорого Это сегодня сделано было? Так Ну вот тут все Надо диджею предложить Да Илюшенька Ну да Ты счастлив? Нет, я знаю, что я просто потратил свое время Все Ну то, чего я Вот Ну хозяин волновался Прошлый хозяин волновался Смотри Что он делал? Что делал? Кипиточил, видимо Что ты Продолбил Ну это высший пилотаж Смотрим тачку без хозяина Поехали? Поехали Поехали Ты узнал ее из тысячи? Конечно Ну и все Георгий Александрович Ты не поверишь Этот гражданин присылал сообщение Забирайте, говорит, за 180 Я готов Какую? Вот эту? Нет А, ту? Ту, которую мы смотрели А, звони Нормально Давайте с мауром берем людей И с мауром Говорим, коробка у тебя десятка стоит Давай скинем десятку за коробку Звони Уже На громкую Да на громкой На громкой Алло Сань Да Мы готовы Серьезно? Да А Какой план действия? План действия Слушай, дорогой друг Надо завтра 10, 30, 11 Как тебе удобно Приехать на Краснопутиловску 65 Мы ее поднимаем Смотрим Все И, ну, грубо говоря Разбегаемся Краями с документами Со всеми ключами Со всеми бигудями Ну, понял Ну, добро Хорошо Все Окей Тогда давай до завтра Тебе набрать или Ну, или смс-ка Стучать адрес С смс-ка Пришли адрес Да, да Все Давай тогда До завтра Да До завтра Измором чувака взяли Просто измор Видишь, честный перепродавец Приятно иметь дело Хороший человек На самом деле Мне очень понравилось Нам, мне кажется, поторопились У него пола есть еще Слышишь? В смысле? Ну, к утру можно было за 160 взять Может быть, может быть Но лучше не играть С судьбой Можно было и не взять Да Посмотрим завтра, что будет Ты что, Андрюха-то приедет за ней? Сейчас я ему наберу А, ну да Ну, значит, он убрать Короче, если все слипнется Пшик И новый день Александр, Шик, Люша Ну, посмотрите, кого я вам привез Андрюха, здравствуйте 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 Ты не представляешь, как мы вчера провели Вчерашний вечер Как я сказал, а? В итоге Мы измором взяли продавца И отторговали Вот эта пушка Твоя 180 тысяч рублей Валет Я одного не могу понять Почему ты не взял машину в Москве? Потому что там А. Дешевле Б. Лучше Нет Б. Хуже А. А. Не дешевле Там гнилые, там дырки А в Петербурге тачки не гниют, да? А в Петербурге они не так гниют Вы же нашли нормальную тачку Нашел ее я Нет, это ты вообще молодец Вы же ее смотрели Что, с дырками, что ли? Я понял, в Петербурге Они не то, что не гниют Их шпаклюют лучше Лучше, лучше Вот в этом проблема, да Хорошая машина Я смотрю так издалека Пожалуйста И даже смотри Ликарная тачка Шикарная Пушка Огонь Все как ты любишь Да, да, да Не бито, не крашено Не бито, не крашено Обрати внимание Здесь шпаклевка Здесь тоже люк А у тебя нету Суки Вы бы когда-нибудь Мне бы тачку нормальную С люком нашли Я все время без люка езжу Работает люк? Работает? Мы не проверяли Работает люк? Илюша люк работает Суки Нравится Так что, Андрюх Садись за руль Мы по низу посмотрели По низу все нормально Смотреть там нечего Не будем Да, поэтому садись за руль Ты когда? В Тверь? Завтра Завтра? Завтра А сегодня что? А ну надо это Так его В хорошие руки Как говорится Этот бульк Ааа Илюшенька А Андрюха остается Сегодня с нами И предлагает Так сказать Утопить документы В воде Ааа В водой воде Да Ты где останешься? Как ты где? В синей комнате Блядь Ситуация Ключи от синей комнаты Потеряны И там лежит Труп моей Этой какой Жульбечки А Кого? Ящерицы мои Хамелеона моего Пока я ездил в поездке Она нечаянно зажмурилась от тоски В смысле? В прямом Взяла и умерла Раньше времени Скоропостижно скончалась Синий комнат с лошком видимо Теперь Во-первых Ключи Я не знаю куда Татьяна Алексеевна Запилила их Я не знаю Я вчера весь вечер искал Простите Я объясню Дело в том Что у Илюши дома Есть синяя комната Называется она Синий Потому что Татьяна Алексеевна Отправляет туда Илюшу Когда Илюша приходит После победы Обязательно Это все Рассказывает Иначе непонятно Подписчикам Догадались бы И подожди Я не понимаю И там сейчас лежит Мертвая ящерица Давно? Хамелеон Две недели Она же пахнет Я не знаю Она в коробочке Из-под айфона лежит Ха-ха-ха Все И я туда попасть Жама сдохла Хвост облеск Что? Как смешно А давайте похороним Так пошли поехали Спасать ящерица Что мы будем Дверь была Молая Каким образом Я это пробовал сделать Ну в смысле Там замки хитрые стоят Ну в смысле Что у тебя там Навесные что ли Конечно Не ну надо Надо же ее С почестями Надо найти ключи Поехали искать ключи Давайте тачку посмотрим Разберемся А потом уже будем Делать Так мы же посмотрели уже Или вы как смотрели Ну мы так Ну так Едем А другу Реально у тебя дома В закрытой комнате Две недели Мертвая ящерица Да Ящерица Хамелеон И ничего смешного нету Очень смешно Слышь Мы То есть мы едем на Байкал А где-то в Купщино В синей комнате лежит Мертвая ящери Как Татьяна Алексеевна С этим живет А Она закрыла Закрыли ключи Выкинула Датсан Датсан Игрюла Теперь у Люси Дома Да Все нормально Ты ящериц боишься? Нет А мертвых? Нет Вот все нормально Ну может мы ее хотя бы С почестями Я знаю Замечательное место Там Между ГИБДД На шоссе революции И китайским автосервисом Бельма Собачьей крематорией Третий же 90 перевод Давайте с почтями хотя бы Двезем Что за бред Я ее зарою во дворе Не надо ничего взламывать Зачем ее во дворе Зарывать У меня там кладбище У меня не только она Там птички Там много кого Почему бы ее просто В толчок не спустить? Ты что дурак что? Свою собаку спусти в толчок Она кстати такая Она поместится Она вот такая Вы адекватны? Ничего у вас святого нету В смысле я как раз хочу Я за экологию Я за экологию побороться Это черт опять поминки Вот это двухнедельные Это вот это Найкером тут Будь проще Нихрена себе А серия начиналась С покупки Ауди А к своему логическому завершению Заканчиваются мертвые ящерицы Которые две недели Лежат под замком Я же больше Вообще абсолютно Ну вот Тормозные магистрали Новые есть Масло течет Катализаторов нет Илюх ты вырезал? Нет Да ладно Ты посмотри на сварочные швы Тут потеет Тут течет Не нормально Ну отличный Ауди Да Никаких труб Какой болт то Ну вот и понял Есть Колесный что ли? Какой колесный Это штатный Тут пыльник Немножко подорван Пыльник надо будет поменять Это уже в Твери Сделай Обязательно В Твери значит Приезжаешь в Тверь Меняешь коробку Пыльник На 250 Да Отлетит Как мне все тут Наравится Уф 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 Тачка Пушка Валит А вот это по-моему точно колесная А это гайка приварена к пробке На трансмиссию Ну ничего страшного Меняем? Тяу-тяу-тяу-тяу Коробку все равноешь менять Зачем? Зачем коробку менять? Что мы подобрали? Ну Ну Водит коробку И что теперь? Столько этих машин ездит Где коробки водит Страшного в этом нету Ничего Мне не нравятся глаза Илюши А что у него с глазами? Он скорбит По ящерице В принципе Если мы здесь покопаемся Мы можем найти вкладыши После прошлой капиталки Крусиные какашки Да-да-да-да Еще уже пристали к автомобилю Нормально Личная тачка Нормально Да я что Говорю что ли что-нибудь плохо Абсолютно подстрик Стартер весь смазанный Отлично Вообще не докопаться Подушки двигателя как? Илюш, ты посмотрел Олег в чехлах? Огонь подушки Подушки огонь В чехлах А откуда тетет? Отовсюду Ну и что? А поточнее бы Да зачем тебе это? Я тебе говорю Это абсолютно ненужная Добрый Друг называется А ты что-то изменился в лице Нет, все отлично Мне все нравится Да-да-да Проблем нет Замечательно Замечательно Хорошо что она не трубовая Да И не едет Что скажешь, Илюш? Ну в принципе мы уже купили Что фильтром-то? Его кто-то бил Фильтруй, фильтруй, падла Фильтруй А, я понял Ты пытался отвернуть Он не отвернулся? Нет, не пытался А, не ты пытался его отвернуть? А, то есть так было? Его завернули Это же перекупская машина Что-то хочешь А, так завернули? Они поменяли подачку Завернули его как могли Да не, ну вот так все Ну вот очень лох отворачивается Его отворачивали Завернули от руки Все, отстаньте вот от этой помойки Нормальная тачка Нормальная тачка Что она это? Ты что? А ты что? У тебя люканье У меня вообще такая помойка Боже ты мой Чтоб я так жил, какая у меня помойка Да, нормально все Что? Выписывайся автомобиль Пойдем по стандарту BMW Если масло свечет, значит она там есть Ну, здесь уже нет Будет Будет, смотри, помпа новая Китайская Ну, новая же Новая, китайская, да Отличная помпа Фильтр мне нравится Ну, короче, ладно Сейчас мы тебе, Андрюха, что-нибудь сделаем Ты как-нибудь уедешь А, надо еще антифриж купить Зачем? Долить Вообще-то весна Можно пользоваться дистиллированной водой Как это сделал я Ты просто красивчик Ну, там он просто, вон, по хоботу Я только что увидел Течет по теплообменнику Мелчи Вот тебе не обижай Почему мы столпились тут? Вот так вот Она видишь тебе, как делает Все, моя машина На, нет, вперед На, твоя тачка, ты ее ремонтируй А ты же друг мой Она не сломалась Она не сломалась Делай ты оху, тем более Обслужи ее, ты с ней налаживай контакт Я с ней 400 километров ехать А, я с ней буду налаживать тактильно Так ты ее погладь и помашь Тактильно Ты начал Ты заканчивай Я просто защиту снял Все, расчехлил Трусики снял И кто будет бета Хороший у нас все-таки канал, да? Такой добрый Ну Добрый, нравится Прям взаимовыручка так и прет Со всех щелей Ну вот А вы переживали Кипяточили Храни его, Господь Даже масло есть Масло вот, свеженькое Впехни его обратно Я не Илюша Дорогой друг Запускай помойку Чего? Смотри Я не вижу здесь лампочки Чек-энжены Масло гаснет Без запуска двигателя Пунька Запустилась тачка? Безупречно 400 километров Она точно проедет А дальше уже не страшно Брат Лучше бы ты в Москву За тачкой поехал Нет Лише к вам Надпись у тебя, конечно Какая-то странная Нормальная надпись Факультет управления социологией и картографией. Выключен. Точно. Дорогой друг. Все нормальные люди, тем более из Твери, должны носить правильную одежу. Так что снимай свой факультет и надевай нормальную. Управление, да. Самокат заряжен? Подержите. Не трогай самокат. Так что ты... Нет, нет, все. Самокат не трогай. Самокат не трогай, все. Он разряжен. Надеюсь, с размером угадали. Должен быть XL. Ну, не факт. Да не, не, не. Ты европейский размер, не китайский пошиб. Нормально. Опа. Смотри, как плечики, а. Хоп, хоп. Идеально. Прям как на армянской рынке. Хватит. Ты с ума сошел. Товарный знак зарегистрирован. Все. На. Куртку. Одевайся. Худи, Прада, Луи. Нам не надо, нам безумных. Пойдем с ним в финалочку и поедем. Да. Жалко, конечно, тебя вчера не было. Это был эпичный, эпичный поиск и подбор автомобиля. Но, так или иначе, все получилось. Мы, так сказать, взяли измором и приобрели автомобиль. Сторговали с 210 до 180. Да. В течение суток. Все это благодаря технике Торнадо, который в совершенстве постиг Илюша. А, ну, еще новая техника скоро начнется. Ты слышал, да? Новая техника Калибри. Эффект Калибри. Эффект Калибри. Уф. Теперь вообще будем скидки выбивать максимально. Ну, так или иначе, что я могу сказать, друзья. Мы нашли Андрюхи Ауди. Доедет ли он до Твири или нет? Мы не знаем. Может быть, да, может быть, нет. Ссылка будет в описании. Можете зайти и посмотреть, доехал я или нет. Да, да, да. Если что, переходите, дорогие друзья, посмотрите. Всем милая добра и удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно комментируйте. Если у вас есть вопрос, где взять фирменные худи, то последняя ссылочка в описании является почтой нашего менеджера, где вы можете заказать. Единственное место, где пока можно заказать качественные, проверенные пока больше нигде. Но мы над этим работаем. Стоимость 3,5 тысячи рублей, что само по себе недорого. Практически со склада производителя. В сумме гораздо дороже. Я на самом деле сейчас не знаю, на что отправляемся. Поминать ящерицу или обмывать Ауди? А можно сначала обмоем? Сомазаник. Можно. Можно. Всем милая добра и удачи. До новых встреч. Пока.